Владельцы летних кафе уже начали готовиться к новому сезону. В конце прошлого года они выиграли тендеры на пятилетнюю аренду мест под свои заведения. Кое-кто даже решил открыть маленькие пивоварни и уже закупил оборудование, чтобы торговать собственным продуктом. Однако в январе люди с удивлением узнали, что этой возможности они могут попросту лишиться. Сейчас предприниматели активно обсуждают эту проблему. Поправки в закон об обороте алкоголя приняли в первом чтении депутаты Заксобрания Края. Изменения подразумевают полный запрет на продажу любого спиртного, в том числе пива в нестационарных объектах общепита. Другими словами, везде, где нет четырех капитальных стен водопроводов и отопления. Под эту категорию попали и летние кафе. Администрация города Красноярска, которая, вероятно, не знала о принятии этого закона краевыми властями, в конце прошлого года были разыграны на пять лет вперед места под установку новых летних кафе. И вот в муниципальный контракт содержал прямым текстом ссылку и определял, как и можно торговать, ну, как реализовывать алкогольную продукцию. То есть это требования со стороны города для предпринимателей. И теперь предприниматели ищут выход из ситуации. Говорят, если поправки примут, то они понесут огромные убытки. На аренду мест и покупку оборудования ушли миллионы рублей. Кто-то боится, что бизнес и вовсе придется свернуть. А ведь предприниматели были готовы работать по правилам и платить налоги. Основа летних кафе, они продавали даже пиво. Сейчас будет запишен пиво, а чай они будут торговать. Бутерброды? Ну, я понимаю, что бутерброды можно торговать, но практически 40-50% дохода приносят спиртные напитки. Вообще инициатива по внесению таких поправок родилась в Ачинске. Именно местные депутаты вынесли его на обсуждение ЗАГСобрания. Они выявили больше десятка торговых точек, которые, прикрывая статусом кафе, продавали спиртное по ночам. Там идея в том, что некоторые павильоны, нестационарные объекты, являясь по сути магазинами, подменяя понятия, говорят о том, что они являются предприятием общественного питания, ставя один столик пластиковый и покупая микроволновую печь, собственно, торгуют на вынос, в розницу водкой ночью. Заместитель председателя комитета ЗАГСобрания по вопросам промышленности и жизнеобеспечения Андрей Колесников говорит, с этой ситуацией действительно нужно бороться. По его мнению, продавать алкоголь после 11 часов вечера можно только в ресторанах, чтобы у людей не было соблазна пойти, что называется, за добавкой. Это поможет избежать ненужных последствий, в том числе преступлений и правонарушений. Однако про интересы предпринимателей тоже забывать нельзя. Этот вопрос мы обсудим, в том числе я доложу о мнении предпринимательского сообщества, об их переживаниях на этот счет, поэтому вопрос будет обсуждаться. Не факт, что в данном виде законопроект будет принят. В том виде, в котором он сейчас написан, я считаю, он не совсем правильно. Полностью запрещать объектам общественного питания, запрещать полностью торговлю алкогольной продукцией, это, наверное, неправильно. Выходов из ситуации несколько. Так, например, можно выделить летние кафе отдельной строкой, чтобы они не попали под запрет. Или ограничить продажу алкоголя в таких заведениях после 11 часов вечера. Все это депутаты готовы обсудить с самими предпринимателями уже в эту пятницу. Алина Штокова, Александр Ермошенко и Всеволод Никитин. Новости.